С этого и начинается день каждого солдата войсковой части 25744. 40 секунд на подъем, затем построение и утренняя зарядка. Три круга за 10 минут вокруг войсковой части. Это ежедневный утренний норматив солдат. Несмотря на зную стужу, для них это только разминка. Ведь в течение дня военнослужащие выполняют в 10 раз больше физических упражнений в сравнении с профессиональными спортсменами. А здесь, в святая святых столовой, защитники отечества набираются сил или энергии. На завтрак все как положено. Первое, второе, компот, даже ассорти из колбасы и сыра. Трехразовое питание. Конечно, не похожее на домашнее, но насыщенное витаминами, полезными минералами. Мы всегда сытые. Морская пехота на Каспии охраняет морские рубежи страны. Бойсковая часть 25744 Вахтау, единственная в республике, где готовят солдат этих родов поиск. Их отличает хорошая физическая подготовка и строгая дисциплина. Для казахстанских черных беретов, как еще называют морских пехотинцев, созданы все условия для несения службы. Современная военная техника и оснащение. Уникальная боевая подготовка. Это БТР-80. Боевая машина, предназначенная для уничтожения живой силы противника и легкобронированной техники. Ее общая масса составляет 16 тонн. Максимальная скорость 80 км в час. На плаву 9. В чем заключается работа военных, без сомнений, любой военнослужащий ответит. Защита и охрана Родины. Поэтому каждый из них в совершенстве владеет различными видами вооружения, управляет боевыми машинами и с честью преодолевает все тяготы несения воинской службы. Преодоление полосы препятствий – один из основных этапов подготовки к бою военнослужащих. Ежедневно на этой территории морские пехотинцы доказывают атлетизм, решительность и дерзость. Сюда попадают только лучшие, физически сильные призывники. Поэтому у командования нет такой проблемы, как плохие привычки. Фигареты и алкоголь солдатам применили режим, занятие спортом и хорошее питание. Воспитанием и обучением срочников занимаются офицеры и цепанки. Каждый военнослужащий обязан преодолеть 12 этапов полос препятствий. К примеру, разборка-сборка оружия, преодоление огня, а также поднятие ящика с боеприпасами весом в 30 килограмм. Помимо этого, особое внимание морпехами уделяется огневой подготовке и львиную долю времени солдаты проводят на полигоне, расположенном в 8 километрах от войсковой части. Здесь военнослужащие оттачивают свои снайперские качества из различных видов стрелкового оружия, гранатометов, боевой техники. Для этого у нас проводятся тренировки. На данном участке есть специальные упражнения на изготовку боя, на приведение стрельбы, на правильность прицеливания оружия, как должен солдат правильно прицелиться, как он должен правильно изготовиться к стрельбе. Все эти упражнения мы отрабатываем на учебных местах. После этого мы уходим на учебное место для стрельбы и практически выполняем стрельбу. Если солдат не попадает, то он повторно выполняет это упражнение до такой степени, пока он не поражает все эти мишени. Автоматический гранатометный танкет предназначен для поражения живой силы и огневых средств в противниках. Замаскированных и находящихся за естественными снастками местностей и за укрытие, например, как за зданиями, либо в окопах и траншеях, поражает живую силу и небронированные средства. Это 30-миллиметровый, имеет дальность поражения 1700 метров. Автоматический стрельба ведется как автоматическим, так и одиночным выстрелом. Выстрелы до 450 выстрелов в время муку. Во время высадки морского десанта поддержку личному составу обеспечивает бронетехника. И для этого проводятся ежедневные практические тренировки, направленные как на повышение профессионализма морпехов, так и совершенствование взаимодействия в боевых условиях. Внимание, броня! Я вышка! Первый! Второй! В исходное положение марш! В исходное положение марш! Помимо призывников, переподготовку и повышение перебликации проходят отслужившие солдаты в других родах войск. Это обусловлено уникальностью подготовки. Сержанские офицерские составы в течение 30 дней заново оттачивают физическую, строевую, огневую, психологическую и тактическую подготовки. На сегодняшний день мы выехали на полигон, проводили упражнение номер 4, это автомат Калашникова и, соответственно, с пистолета ПМ. Все эти 52 человека живут, находятся на полигоне на протяжении 30 календарных дней. Проходит и физическая подготовка, питание отличное, жалоб никаких нет. Несмотря на всю суровость и брутальность в общении с подрастающим поколением, морпехи всегда тактичны. Зачастую войсковую часть посвящают старшеклассники, чтобы воочию познакомиться с армейским бытом, с образцами вооружения и особенностями всевозможных подготовок. Говоря простым языком, армия глазами детей. Она воспитывает в подрастающем поколении истинное чувство патриотизма и любви к родине. Тем более, какой мальчишка не мечтает пострелять из настоящего оружия. Война войной, а обед по распорядку. Сбалансированное и своевременное питание – неотъемлемая часть солдатского режима. Несмотря на усталость и голод, дисциплина сохраняется и в столовой. Максимум на прием пищи дается 20 минут. А после обеда военнослужащие занимаются самоподготовкой. Некоторые из них отправляются в спортзал, другие в читальные комнаты и так до самого ужина. Стоит отметить, что невозможно не заметить патриотический дух морских пехотинцев. Услышав ГИМ Республики Казахстан, где бы они ни находились на территории войсковой части, военнослужащие становятся по стойке смирно, равняясь на государственный флаг. Наша бригада занимается плановой боевой подготовкой. У нас имеются как солдаты срочной службы, офицеры, сержанты. В своем деле являются профессионалами. Идет интенсивнейшая боевая подготовка, постоянный воспитательный процесс, который не заканчивается ни днем, ни ночью. Мы работаем с молодыми людьми. Нам приходят солдаты после школы. Буквально, закончив школу, через год они попадают к нам. Это ребята, которые требуют особого воспитания. Мы прививаем им в основном здесь любовь к родине, патриотизм. О многом они здесь узнают, учатся быть настоящими мужчинами, защитниками своей родины. Несмотря на сложные климатические условия региона и армейские тяготы, за время службы ребята из прозывников превращаются в настоящих морских пехотинцев, для которых большая гордость и честь носить черные береты и тельняшку. Еще во времена Второй мировой войны войска Вермахта из-за цвета, формы и отчаянности бойцов морской пехоты боялись и называли их «черная смерть». Несмотря на все тяготы и лишения воинской службы, отдых, как физически, так и культурный, очень важны для всестороннего развития и духовного обогащения военнослужащих. К примеру, в праздничные дни для солдат при их непосредственном участии организовываются различные мероприятия – концерты, встречи с ветеранами, тесьми и так далее. Отбой, как и обед, тоже строго по распорядку. Однако перед глубоким сном их ожидает вечернее построение и проверка личного состава. Лишь после этого солдатам предоставляется так называемое личное время, во время которого одни пишут письма родным и любимым, другие разучивают аккорды солдатских песен. В 22.30 звучит команда «Отбой», а это значит, что после глубокого сна они снова встанут на защиту Родины. Хотя, если ночью поднимут тревогу, за 40 секунд все пехотинцы, как один, будут в строю во всеоружии.